Галерея Витория Мануэля Секондо Галерея Витория Мануэля Секондо Уникальная крытая галерея Рядом с площадью Дому Из 176 архитекторов Конкурс на реализацию проекта Выиграл Джузеппе Менгори Предложивший соединить 4 галереи В форме креста огромным куполом посередине По сложности Проект был в авангарде Архитектурных технологий из металла и стекла Того времени Строительные работы начались В 1865 году И продолжались в течение 12 лет Говорят, не обошлось без взяток Англичане, частично Финансировавшие проект Захотели увеличить метраж Подняв галерею на один этаж И несмотря на несогласие архитектора Как-то договорились с мэром Загадочная смерть Менгони Который погиб во время обычной инспекции Сорвавшись лесов практически по окончании работы Также положила таинственную печать На всю эту историю Сегодня на месте его падения изображен мозаичный бык И если трижды прокрутиться на нем вокруг своей оси Он исполнит все ваши желания Сразу после открытия Галерея стала самым престижным местом Милана Где всегда находились лучшие рестораны и бутики Между домом и центральным парком на Виа-Палестра Находится удивительный по красоте дворец Конца 18 века С маленьким уютным сквером Водопадами и прудами Это бывшие резиденции Наполеона Бонапарта Сначала президента А позднее короля Италии Атмосфера умиротворения И красоты в центре делового города Даже сегодня кажется магической Благодаря отлично сохранившемуся зданию В классическом стиле И окружающему его английскому саду Внутри находится великолепная галерея Современного искусства Которую можно обойти всего за час Но которая произведет на вас неизгладимое впечатление Брера Пешеходная зона Недалеко от центра Где кроме художественной академии И известной на весь мир картинной галереи Очень много уютных ресторанчиков Кафе и магазинов Так или иначе связанных с искусством В этом историческом районе Царит спокойная загадочная атмосфера Романтики и творчества Новее Это молодежный квартал Расположенный в юго-восточном районе Искусственных каналов Выкопанных еще в средневековье И предназначавшихся для доставки Мраморных блоков к дуэму Посетите это место вечером Когда там собирается молодежь Со всего города или днем Выходные, когда проходят вернисажи И блошинные рынки Здесь много кафе Картинах галерей Сувенирных лавок И магазинов оригинальной одежды Пьяца де мерканти Если вы хотите покляться вечной любви Или покаяться в страшных грехах Посетите одну из старейших площадей города Заложенных еще в XIII веке Под сводами Палацу Дель Раджоне Ваше признание произведет неизгладимое впечатление Благодаря редкому акустическому феномену Проявляющемуся только в определенной точке площади Здесь же находится колодец XVI века Который называют камень банкротов На него в качестве наказания Принудительно усаживали должников Чтобы народ знал всех городских обманщиков в лицо Увы, эта прекрасная традиция С годами была забыта А это сказочный дворик жилого дома На Виа Капучини 9 Где спокойно гуляют розовые фламинго Говорят, что эта традиция Поддерживается жильцами дома Уже несколько десятков лет Сам дом один из самых престижных в Милане И квартиры в нем никогда не продаются Аккуратные дорожки Чистота и свежесть зелени В сочетании с этими экзотическими птицами Являют собой райскую атмосферу Спокойствия и умиротворения В самом центре Милана Луини Это единственное место в городе Где всегда приходится стоять в очереди Здесь выпекается И сразу же продается Самый вкусный в Италии панциротто Итальянский пирожок С помидорами и моцареллой Старичок Луини Которому далеко за 70 До сих пор трудится сам И эксплуатирует всю свою семью Количество посетителей Луини в день Зашкаливает за 3000 И так уже более полувека подряд В общем на жизнь Как говорит сам Луини Ему хватает Достойный ответ Макдональдсу От скромного иммигранта с юга Кстати, едят здесь Исключительно стоя Внутри или на улице А это один из лучших Книжных магазинов города Принадлежащий Семьи потомственных Издателей Хойфли Здесь собрана Большая коллекция книг По живописи Дизайну Фотографии И архитектуре Несмотря на размеры магазина Все очень удобно устроено И классифицировано От работников просто исходят Флюиды культуры И любви к искусству Считается, что миланцы Довольно холодные люди Но при близком знакомстве Они вполне приветливы Как и все итальянцы Коренных миланцев Надо еще поискать Ведь после войны Милан стал центром Миграции всей Южной Италии Остро нуждающейся в работе Такая тенденция Есть и сегодня Богатый город Предоставляет много возможностей В том числе и работу В поисках которой Сюда съезжаются Практически отовсюду И не только бедные мигранты Но и высококвалифицированные Специалисты Работающие на ведущей Итальянской компании Центр города Требует серьезности И этикета Поэтому мужчины Одеваются строго И представляют собой Уверенных в себе Итальяно Веро Женщины Которые часто Активно занимаются Бизнесом Оставаясь при этом Заботливыми мамами Одеваются Либо сдержанно Либо спортивно Но всегда Дополняя имидж Узнаваемыми Итальянскими аксессуарами Передвигаются Здесь по-разному Пешком На велосипеде На мотороллере На маленьких машинках Которые легко парковать И которые расходуют Мало бензина Большинство Живущих в центре Миллионеры Хотя бы из-за стоимости Недвижимости Нередко доставшиеся По наследству От удачливых Предыдущих поколений Милан Самый читающий Итальянский город Здесь много Высших и средних Учебных заведений И соответственно Иногородних Иностранных студентов Они снимают Квартиры в складчину В районах Близких к университетам А вечерами Гуляют в демократичном И творческом квартале Нови Здесь много Красивых девушек Работающих В индустрии рекламы И моды Или еще только Мечтающих Об этом Горожане Ведут себя Довольно просто И нам есть Чему у них Поучиться Богатые И бедные С уважением Относятся Друг к другу На улице На дорогах И в учреждениях Хвастаться Дорогими вещами Тут не принято В моде Умеренность И хороший тон Одежда Украшения Машины Могут быть Дорогими Но совсем Не кричащими Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите также На Сапог ТВ Верона Удивительный По красоте Город Воспетый Самим Шекспиром Milano Fashion Week Знаковое событие В мире моды Италия Рай для любителей Горнолыжного спорта Наш очерк Снятый на высоте 2000 метров Как уютно Можно обжиться На крыше Семиэтажного дома Смотрите в нашей рубрике Интерьеры Италии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok